Психология людей разная и, конечно, жизнь ученого не очень легкая штука, бывают порой. И если человеку помогает в каком-то плане сохранять равновесие или думать мысль о чем бы то ни было, о своем любимом домашнем животном, почему нет. Но я не верю в какие-то телепатические общения с животными, как ученый, я не видел этого пока никаких подтверждений, поэтому в этом я сомневаюсь. А если бы увидели, вы бы на это обратили внимание? Как ученый, я любопытный и неограничен какими-то рамками науки, то есть я биохимический физик, им не интересны самые разные области, но пока что никто таких вещей не предлагал. И, видимо, это импликативное пространство, оно очень редко работает, далеко не для всех людей и животных, да, видимо, либо его нет. А как могут животные помогать людям делать открытия? И могут ли они помогать? Да, конечно. Я сейчас вам на примере дерева покажу, что дело в том, что дерево, и человек, и животные друг от друга ничем не отличаются. Вот они что имеют? Они имеют свои собственные клетки тела. Затем, возле них всегда есть клетки бактерий. Число клеток бактерий обычно в 10 раз больше. То есть у вас в бактериальных клетках в 10 раз, хотя вес их полтора килограмма. Теперь, живой человек, это человек, у которого есть микробиом, то есть есть бактерии, которые вместе с ним живут. Вот растение живое, когда у него есть микробиом и затем микориза, это в корневой системе грибы и почва, она же, почва сугубый компонент дерева, потому что фактически это так же, как, то есть фактически очень надо правильно понимать, что живые системы всегда симбиотические. И тоже животные, поэтому, когда речь идет о животных, как вы любите помогать? Ну вот я говорю про свою собаку. Могут ли животные быть информационным проводником? Конечно. Вы даже в этом убеждены, правильно? Абсолютно, это конечно. В плане, что живые системы настолько тесно переплетены, а с точки зрения животных я вам могу сказать по микрофлоре. То есть микробиом, то есть бактерии, которые летают в воздухе, которые животное выдыхает, которые человек выдыхает, они же уже, особенно при контакте таком, они же обмениваются друг с другом. А есть телепатическая связь, как вам кажется? Скорее всего это фигня. То есть мысли не передают животные? Да мысли вообще это факт, это реальность. Передаются еще как, но они требуют, вот я... А как тогда это называют? Такой интеллектуальный иммунитет. Он связан с тем, что человек не может думать о мыслях другого человека, пока не будет их считать своими. Вот. И поэтому все, что вы восприняли, даже сказываете, вы потом начинаете считать своим. А что значит, что вы запускаете системы обрабатывающие зрительные образы, слуховые, музыкальные, различные, художественные. Все эти образы у вас перемешивают. Флоренский, вот Одесса, Павел Флоренский. Значит, у него очень много интересных вещей, но, конечно, больше всего у него патиология. Какой может быть физический механизм, точнее, где, в какой области искать? Вот в научной области. В природе. В биологии. Я думаю, что да, конечно. А физическим законам, а на это закономерности они должны новым каким-то подчинять? Как вам кажется, фундаментальная биология, нет, я просто могу доказать, что фундаментальная биология существует. Просто еще ни один закон фундаментальной биологии не сформулировал. Так же, как квантовая гравитация.